Тогда можно Лизу брать. Сулициана хард АД уроны плюс начало игры. Мы правильные руны, главное взять. Джакс против Сета. Немножко неприятная будет линия, но я ему помогу. Рита не допускает это. Просто, ну, тебе нет возврата ЛП. Ну, то есть очки тебе не вернут поражение, тебе будет засчитано. И поэтому были, короче, случаи, когда скриптеры очень долго пробивались. Риуты банили этого скриптера, и каждому на имейл прилетал скин. Они в защиту, типа, говорили, вы проиграли скриптеру, вот вам за это скин. У меня был случай, когда я проиграл скриптеру, и мне вернули ЛП. Мне прилетело на имейл сообщение, где вы, типа, проиграли игру со скриптером, и мы вам возвращаем 20 ЛП рейтинга. Ну, как бы, окей, но это все не то, понимаете, да? Ощущение, когда ты проигрываешь игру, не имея возможности ничего сделать, и просто получить 20 ЛП потом. И еще это надо доказать, опять же. Сколько, наверняка, скриптеров не пойманных было еще. Да, просто так, извините, обвинить игроков нельзя. Вот этот аккаунт, вот хрен ты его обвинишь. Вот смотрите на этот аккаунт. Вот как ты это обвинишь? Аккаунт. Даймонд 4 прошлого сезона. В этом сезоне плат 2, там плат 1 за Хардстаклса. И вдруг сел играть Кагмавом, иначе побеждает за Кагмава. Кроме одной вот игры, где они 3-8 сыграли. Ну, и здесь, как бы, видно, у них, получается, у оппонентов, есть куча чемпионов, которые могут урон наносить. А главное, есть Ясу, который стенку ставит против Кагмава с Лулу. И под этой стенкой можно добраться до Кагмавы, даже Лулу ему не поможет. Но просто тут возникает вопрос. Вот как это доказать? Если этот человек сыграет еще там 5 игр и успокоится. Вот возьмет Даймонд 4 и успокоится. Никто никогда в жизни не докажет, что он скриптер. Просто он с другом пошел играть Кагмава, и все, у него все получалось. Вот тот, который был скриптер с Талер первым. Ну, сейчас я уже не буду показывать. Там наглый был чувак. Там совсем наглый. Он и в игре, ну, чуть ли не писал, что он скриптер. Ну, он не писал, просто было. Это видно, как он себя ведет. И статистика у него там 97% винрейт. Тоже качает аккаунт там с бронзы какой-то. Там, конечно, да. Уже все, ничего не сделать. Победоносная Лиза раздавалась. Как обидел людей. Я как раз-таки никак не обидел людей. На самом деле, мы вчера провели расследование и выяснили, что это потому, что нам 4 человека кинули репорт в одной игре. Но у нас был и до этого репорта. В других играх там по одному, возможно, 2 максимум было репорта. Я сначала думал, что это было за сообщение Retarded, которое я написал в игре. Это было дело. Но той игры вообще в тексте нет. То есть, когда я захожу в аккаунт, мне не пишут, что я за эту игру получил... За какую-то игру получил вот этот репорт. То есть, видимо, там даже не обратили на это внимание. Хотя это слово как раз среди тех, за которые авторепорт засчитывается. А здесь как бы мне 4 репорта разом кинули. И этого было достаточно системе. А я типа злостный нарушитель подряд. Система даже не проверяла, что я на самом деле писал. Потому что если почитать мой чат, именно мой чат, максимум слова, которые я написал, это было идиот и морон, по-моему, да? И оба эти слова можно писать. То есть, вы можете увидеть. Любой стример их пишет. На стриме произносит их. Ну, так просто работает игра. Эти слова не являются какими-то сверхзапретными. Что означает слово идиот? Что означает? Что означает морон, придурок? Придурок, по-моему, бастард, да, был? Бастард, ну или бастард. Это было придурок. А морон, это глупец, по-моему. Морон, это глупец был из английского языка, если переводить на русский. Или осел, да, или осел, вот, вот, вот точно. Но это тоже, короче, дурак слово. Но они не считаются такими прям оскорбительными. Так что за них ничего не приходит обычно. А здесь именно из-за количества пришло. И как выяснилось, я просто неправильно определил, кто у нас были премейды. И по факту я разозлил двух премейдов. И при этом еще флэмил одного человека, который был не премейд. Это сэд джан? Приколите, ребят. Да, мы против Найт Блу играем. О, я... Не, май бет. Но даже если бы я попал этим станом... Даже если бы я попал этим станом, это ничего бы не поменяло. Просто она бы чуть позже ушла в инвиз. Она за счет Игнайта его чуть было не убила. Я чуть не посмотрел, что у нее Игнайт. Вот на это надо было глянуть, конечно. Вообще, сэд прямая контра ко мне. Потому что я не могу шотать его. И при этом его стан меня станет вместе с пауками сразу. А, я на флэш ловил его. Я его ловил на флэш. Он не отфлэш... Боже, почему он не отфлэшился? Почему эти люди не флэшаются? Это так красиво было сыграно мной. И так ужасно закончено. А, ладно, нормально. У меня просто все заклинания на КД были. Я как раз фармиться начал. Блин, ну, Трандл. Ну, почему ты без бэка решил делать тавер дайв? Ага. Ага. Ксират вообще такой. Ну, Элиза выходит и флашится в меня. Дура какая-то. МФ на скриптах. Конечно, на скриптах. Сильно, как она доджит. Не, МФ просто, ну, нормально я сыграла. Она прочитала, что будет происходить от меня. Так. Так. Я просто думаю, что мне делать. Я, наверное, смайт сохраню сейчас. Заберу волков и среколюсь. Сана, все зашибись. Линия не зафрижена. А потом пойду, наверное, на дракона делать. Там Маутен Дрейк как раз для моего чемпиона хорошо забирабельный. У тебя ТП? У него нет ТП. Мне надо опыт весь этот забрать на линии. Ну, я не знаю. Вот, как бы, человек жалуется на меня. Вот, кликает сейчас на меня. Но ты сам умудрился проиграть. Ой, блин, это снова будет пушиться. Опять надо возвращаться. Но ты сам умудрился во время моего ганга ничего не сделать. То есть, понимаете? Он просто во время моего ганга простоял в АФК. Мы даже не рассматриваем ситуацию, попал я станом или не попал я станом. Просто один тот момент, что он ничего не делал во время моего ганга. Это уже вызывает, как бы, сомнения в рентабельности его. Да, то слово, оно отсталый, типа. Это как болезнь. Ну, то есть, дурак, идиот тоже считается вообще-то разновидностью болезни. Так что, по теории, его должны риуты запрещать. Просто слово идиот, оно так часто используется в английском языке, не с намеком на человеческую болезнь. Да и не только в английском, а и в русском языке. Спасибо, убеги. Ой, красавчик! Ой, вот этот сет. Этот сет просто великолепен. Сет моей мечты. Так. Нет шестых уровней все еще. Тихо, не воюйте. Как же много скриптеров, ребят. Развелось. А почему наш мид лейнер не захотел вообще... Ну так, вообще, поучаствовать в этом сражении. Я хз, ребят. Эта битва идет неделю. Неделю и две секунды. Он как стоял, так и стоит. На мид лейне. Ну ладно. Я бы просил его, если, по-моему, он был не на велкозе, а на этом... На... Ну, сейчас ты, конечно, пришел, да. Сейчас ты герой. Давай. Да-да. Там просто скрипты, ничего не сделается. Боже мой! Какой же ты все же красавчик. Какой же он все же красавчик, ребят. Да ладно, я не попал? А, нет. Его просто убило. Как же они надоели, эти скриптеры. А теперь ксират, кстати, не сместился. Эти скриптеры повсюду, ребят. Уворачиваются и уворачиваются от всех заклинаний. Эй, бей моих детей, а не меня. Вот, спасибо. Вот теперь можешь меня бить. Нормально ты дракон делаешь. Что? Ну, это точно скриптер. Я не знаю. А, я просто не знаю, почему он сместился. Где логика смещаться? Я поставил... Какой смысл смещаться? Где логика? Объясните мне. Я не могу с этими иногда игроками играть. С какого перепугу ксират пошел сюда? То есть вообще нет никакой логики идти забирать дракона. Никакой. Вы просто вдумайтесь. Он пошел забирать дракона в одиночку. Просто кретин этот ксират. Да, кто не в курсе, Велкоз прямая контракт к сирату. За Велкоза можно быть, я не знаю, с сильвер уровнем и побеждать даймонд игрока. Там настолько тяжело сирату что-либо сделать против Велкоза. Нет, серьезно. Но не нашему. Наш Велкоз просто. Серьезно? Аня успел! Успел выйти! Уху! Я успел выйти из этого станка. Я уже подумал, все, Барт спас его. Но нет. Коинфлип? Что это такое? Про какой коинфлип вообще МФ-ка говорит? Счет 8-10. Ну, правда, у них Акали профессионально. Как Акали 3 кила сделала уже? Стоп. Откуда у Акали 3 кила? Просто я до этого дал просветку, ребят. И просветка показала, что вардов у них на драконе нет. Но он пошел его забирать, ксерат, в одиночку. То есть ксерат пошел забирать дракона, понимаете? Да, дай мне пробежать вперед. О, этот краб. Я его так ужасно поставил, что мне его теперь ужасно бить. Иди ко мне, крабик. Спасибо. Что-то я горю в этой игре. Собрались. У меня опять нет мид лейнера. Мой мид лейнер пошел на бут лейн и умер. Мой мид лейнер пошел на бут лейнер. Мой мид лейнер пошел на бут лейнер. Мой мид лейнер пошел на бут лейнер. Мой мид лейнер пошел на бут лейн-дет. Продолжение следует... Просто посмотрите, насколько я могу гангать легко. Нет, Велкос три раза туда идет. Хардстаг Велкос. Поэтому ты и хардстаг. Потому что ты не способен понять, что тебе надо просто быть на мидлейне и постоянно контролить вейв. Да, надо было один раз спуститься. Я это четко произнес тогда. Но это был спуск, когда мы получили к Сирата телепортацию вниз. И он мог просто подойти пешком. О, да-да. Владимир Владимирович, большое спасибо. Спасибо. Как? Где Пайк? Мой чемпион не может достать оттуда. О-о-о-о. Чем этот человек занимается? Почему Пайк на топе? Почему Пайк на топе? Что с ними не так? Пайк, стап. Стап роуминг топ. Мы должны тебя в противоп khabar. Почему ты туда роумишь? О, боже мой. Какие глупые игроки. Люциан, который умер один на один от игрока. Ага. Ага. чё крипов нет то наши крипы делись прям пайк просто так теряет все здоровье я не понимаю как эти два человека играет велка с ультой стоит люциан с ультой убивайте и и просто убивайте и и авто оттачу тебя чё ты танцуешь я не могу это такие бронзовые игроки этот ворвался гнать не нажал боже мой что это за бронза кто мне таких союзников только что дал рио ты вы издеваетесь что это за 4 дебил ойда на 33 страна вроде адекватной сейчас посмотрим на тронла посмеемся из него на видимо он такой же если понажал ульту он бы получил скорость передвижения и не упустил бы ксера то каля дальше не пошла не бегай туда ты глупенький человек не ходи туда но что-то происходит гаун просто летает по карте надо мы с это убили я могу дракона забрать они хотят на шора забирать чем чем вы на шора собрались забирать дурацкое опять сражение началось у них три игрока мертвые мы можем ангиб сломать так мы можем ангиб сломать вы чего вот черту на шорт обидно а куда у нас делалось два игрока мы были пять против одного и вдруг остались а у нас тут сам такой но я пойду среколюсь как бы надо на базу идти среколился ребята он с реком мы убили трех игроков у лица среколился мы даже на шора бы не смогли делать потому что он среколился ну как бы он говорит ну я не знаю типа рекол надо там все предметы покупать мы только что типа битву провели ты серьезно ты на меня решил напасть ребят есть секрет если противник мертв скорее всего вы ни от чего умереть не можете больше это секрет который я познал еще не знаю в пятом сезоне почему он просто делает его почему он не боится ничего а она туда пошла оу так вот я это познал еще где-то в четвертом сезоне как я до этого догадался я увидел как лесники а по оппонентов хорошие лесники фармятся а знаете что они делают во время этого фарма а у них нет хп а мне не дали приземлиться туда ой мне не дали туда приземлиться ладно это это была ошибка не надо было так делать то есть у них всегда нет хп я думаю почему когда они фармятся у них нет хп в лесу наверно проседает потому что в лесу а потом я понял они просто фармятся после того как уже битва закончится и тратит время всегда они не бэкаются не восстанавливают здоровье как я привык там где других играх это делать типа посражался пошел восстановил здоровье нет они просто знает сколько будет наносить урон крип сколько будет наносить урон этот и из-за этого постоянно так играют у меня там бард идет один на один убивать люциана и походу победит да и он победил он реально победил люциана один на один вчера даже ни одной автоатаки не дал ребята у меня люциан только что умер один на один от барда что-то рандал перестал пушить или его убили может его убили я не заметил что мы так сейчас проиграем эту игру у нас эти три отвратительных игрока лучше не становятся я бы даже сказал они становятся начинает играть еще хуже чем играли сейчас будет слепой стан она туда побежала то чем тима чувак собрал поэтому меня дуэлит ладно тогда лиандри надо собирать чтобы он меня больше не дуэлил не буду этого писать а то это от этого пайка лучше не становится если я ему что-то пишу я лучше вот так и прокликаю вот его статы и забрал на из давай авто оттачи авто оттач ты должен вылечиться почему не вылечился или поля чем не вылечился игнать может даже игра это вроде не было в игре играешь только ты мне тоже так кажется причем оппонентов тоже никто не играет просто игроки ездят по карте и все это не игра если бы это были нормальцы я бы сказал да ну ладно окей нормально нормальные нормальцы достойные нормальцы достойны как говорится нашего ожидания подпрыгнуть да боже мой сколько этот сам будет длиться он отфлэшился сидится тут стан я в 2 стана что ли попал ну да я в 2 стана наверно попал вот этот к накдаун станет же меня потому что у меня пауки меня же станет давай люци так ты можешь дальше идти полица он испугался ксирата который все потратил ну да там ксират на развороте он же как лб ребят ксират так как лб просто на развороте сразу ваншот прописывает стоит тебе зазеваться как тут же ваншот прилетает так я think you need to group if you cannot kill a person а 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 Чего? У нас Трандл сейчас прилетит. А Калли сейчас сотни раз лучше Трандла играет. Я не знаю, чё с Трандлом не так. Может у него руны неправильные, но он вообще ничего не делает. Мистер Трундель наш. Он просто только дохнет. Он четыре раза подряд умер просто так. У него 4-9 статистика. Надо будет став делать. Либо рулай. Нет, на рулай соберу. У меня уже есть этот Леандри. Жоню я не вижу здесь смысл собирать. Я только против одного чемпиона. Это слишком мало. А замедление против него тоже пригодится. И больше я буду накидывать укусов своих. Плюс мне бы ХП добавить. Что наши игроки делают там? Те ребята опять на топе. Ради чего неизвестно. А я один? Куда Велка сделался? Как, блядь, это работает? Почему они реколятся после одного убийства крипа? У меня Велка стоял на мидлейне и среколился. Просто среколился. Люд сам пошел, убил одного крипа на бутлейне и среколился. То есть по этой логике я должен был сейчас тоже пойти реколиться. Вон у меня уже 500 золота. Как говорится, если можешь реколиться, реколься. Не можешь реколиться, не реколься. Может здесь варс стоит? Да. Ясно. И мы испугались? Почему? Что ты боишься? Просто убивай их! Ооо, я не могу написать сообщение, что мы сильнее. Все, убивайте, убивайте, убивайте. Не отпускай! Че ты фармил? Он замедлил и пошел фармиться. Он замедлил и пошел фармиться. Ну да. Ну да, ребят. Это пиздец. Слово пиздец, это даже не, как говорится, не совсем правда. Я сражаюсь один в два, ко мне подбегает три! Три моих игрока! И все трое разворачиваются, когда Барт меня станет. Барт меня застанет, а они все трое. Ну все, Элиза мертва. Я первый раз вижу, чтобы Пайк ставил ворды в этой игре. Он вроде много поставил, но... Ну дурак, ну... Придурку кликнул. Что мне не хватало копеечки. 2 2 2 1 2 3 2 2 3 2 Всё, ура! Наконец-то! Мы можем, походу, закончить? Или не можем? Походу, я забайтил нас на фигню. Две секунды до МФ-ки. Неа, смогли. Так, ребят. После такой игры, я не знаю, это как после бурного секса, там, так сказать, во все дыры надо явно перекурить. Спасибо. Спасибо.